здравствуйте друзья доброе утро вдруг мысль пришла шальная решил поделиться у нас очень часто ребята пишут что вот ну дорога по которой мы сейчас едем тех кто нас смотрит часто они как я уже ведь могу с закрытыми глазами проехать от вашего дома до школы от школы до дома там и так далее но это правда я думаю что мы все время одну и ту же дорогу да а я так знаете у меня шальная мысль бы наказать сейчас надо включить вообще и молчать просто показывать дорогу и вы можете сказать а что же ее показывать когда каждый день мы эту дорогу видим там и так далее и я ну так знаете мысль была шальная я не стал этого делать но я вспомнил 60-е годы и это было очень интересное время значит интересно оно было тем что практически все что кинематограф советский успел нашлепать ну вот там в тридцатые в сороковые и в начале пятидесятых практически вышло из оборота то что со сталиным все было а его как раз пятьдесят шестом разоблачили и в общем получается что нечего посмотреть нет кино в частности вот это снятый в пятьдесят шестом году фильм до новогодний там с гурченко и он потом вот его тоже все наизусть знали потому что а что было показывать вот снимал значит начали снимать новое кино но было очень очень мало а тут уже телевидение пошло и и у людей телевизор ну конечно телевизор не работал как сейчас сутками а работал так может быть ну смотрите вещание шло пару часов с утра и вечера может быть там с шести до девяти вот такого плана там до десяти и и был всего один канал не было там два или три или пять в общем такое вот было телевидение все черно беленькая милая ну а что показывали показывали фильм чапаев вы думаете откуда столько анекдотов про василия ивановича значит его каждую неделю показывали тоже фильм такой патриотический снят в принципе так при сталине то есть как бы расходов на него не нужно так вот крутишь и крутишь так все деньги уже потрачены а приставьте что у вас если за неделю там ну допустим не на там пять шесть часов вещания в день представляете да вот умножить там не знаю там на 5 рабочих дней там на 25 часов если там один раз василия ивановича показать полтора часа уже нету раз удобно вот ну там не не только там еще какие-то фильмы показывали были там и для детишек что-то там типа спокойной ночи малыши там еще что да вот карнавальную ночь там естественно до нового года после нового года там может еще где потом повторяться для тех кто не успел посмотреть и глядишь уже и расписание заполнилось в общем но у многих людей телевизоров не было в шестидесятые и они ходили в кино но нет ну это не значит как в баню дома нет ванны пошел в баню помыться даже те у кого были телевизоры ходили в кино потому что очень многое в кино показывали такого чего не показывали по телевизору если с чем это было связано но безусловно в кино было больше фильмов чем по телевидению и вот но тоже не было много не было много а как же хочется там каждую неделю им там что-то новенькое там менять импортные фильмы были вот фантомаса мы смотрели там сколько-то серий я не знаю кто кто из вас не смотрел фантомаса обязательно найдите где-нибудь это кошмар в общем до штирлица но это чуть позже и вот значит знали василий иванович наизусть так он еще и в кинотеатрах шоу вот представьте себе сидишь ты дома каждую неделю до там четыре раза в месяц значит те показывают василий ивановича или скажем так 50 раз в год на можете аутрируем может быть 40 и а что другого нет вот сидишь и смотришь это ютюба не было знать как вот смотришь и и подавляшки ну а там чапаев так что друзья вот возвращаясь к теме дороги нашей по которой мы сейчас едем вот я вам баки забиваю а дорог та же самая фактически вот я даже видео мне хочется назвать знать как там чапаев на дорогах калифорнии вот такое интригующее видео вот я я вижу в этом прямую аналогию вроде смотришь и смотришь смотришь и смотришь одно и то же кино но у нас хотя бы байка другая то есть звуковой ряд все-таки аудиоряд отличается вот а там все одно и то же кино смотрели и смотрели так что друзья вот такая казалось бы нетривиальная связь между василий ивановичем и улицей л-камина рил по которой мы сейчас едем так уже достраивается справа то смотрите вот мы так сколько с вами едем там все строили строили а уже такое ощущение что сейчас заканчивается сейчас очень много начали строить квартир места нету совсем вот они норовят квартиры строить в несколько этажей чем такое строить так что вот чтобы какой-то вызов брошенный рил рынком недвижимости как-то ему соответствовать все друзья прощаемся с василий ивановичем и отправляемся на работу